Всем привет, с вами Кирилл, а вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня у нас будет новое видео на проекте Amazon Replay, но это будет сегодня разговорное видео, потому что появилась такая новость, что Amazon собирается открыть пятый сервак. Я решил записать чисто разговорное видео, высказать свое мнение, что я об этом думаю. Поэтому, пацаны, ставим лайки и подписываемся на канал. Также можете писать в комментариях, что вы об этом думаете, мне будет интересно почитать ваше мнение. Также не забывайте, что у меня есть свой промокод, пишите вместе к авцам Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на альбом сервам Amazon Replay. И также, для тех, кто не знал, у меня проходит конкурс в честь 18 тысяч подписчиков на 5 призовых вес по миллиону. Ссылка на конкурс будет в описании, поэтому кому интересно, просто переходите в группу мою, получается, и участвуйте в конкурсе. Условия там очень простые. Итак, пацаны, думаю, как вы знаете, появилась такая новость, что Amazon собрался открывать новый проект, точнее новый сервак 19 числа. Да, это будет пятый сервак, пацаны, хотя они недавно закрыли седьмой, шестой и пятый, и теперь обратно решили открыть пятый сервак. Но я считаю, что это делать не нужно. Почему? Давайте посмотрим даже вот сейчас на онлайн, на Амазинке. Сейчас у нас получается пол второго дня, и на первом серваке онлайн 677, на втором серваке онлайн почти 500, на третьем серваке онлайн 560, и на четвертом серваке онлайн 570. То есть сервак даже не забитый, понимаете? Да, вы скажете, подожди там вечер, онлайн будет забитый. Но как мы знаем, то что на Амазинке максимально слотов это 750. Как бы у нас не 1000 слотов, как допустим на Радмире там, где там еще 1000 слотов, я даже не знаю. По-моему, только на Радмире 1000 слотов есть, потому что на родине, если я не ошибаюсь, там тоже не 1000 слотов. Ну короче, к чему я веду, пацаны? То, что сейчас, даже во время карантина, все четыре сервака не забиты. И вы это прекрасно видите, понимаете? Ну, и смысла открывать пятый сервак я не вижу. Да, я знаю то, что Федя Чу говорил, то что, когда откроется пятый сервак, выйдет обновление получается, ивент будет какой-то, я так понял, в честь Пасхи, или там не знаю, в честь чего. Короче, будет ивент, типа. Я не рассчитываю на то, что из-за ивента поднимется онлайн. Не спорю, он поднимется. Безусловно, он поднимется. Но понимаете, откуда это не пятый сервак, да? Я не уверен, что он сразу забьется до 750, потому что, ну, третий и четвертый сервак, и второй не забиваются полностью. Первый сервак, он всегда забитый, потому что, ну, это первый сервак. Там молоды играют, в принципе, и вообще-то первый сервак, и поэтому там всегда большой онлайн. Первым серваком никогда по онлайну проблем не было. Вы это тоже прекрасно знаете. Просто даже, вот смотрите, пройдет карантин, начнется учеба, и все, онлайн упадет. И смысл был открывать пятый сервак. Я вот серьезно этого не понимаю. Да, пацаны, это хорошая возможность для новых игроков ставить себе имущество, там, дом, бизнес, купить себе, не знаю, машину какую-то. Да, это очень круто, я считаю. Но, блин, я думаю, они рано это делают. Потому что, ну, я бы на месте разработчиков, руководства дождался бы, пока все сервак забьются полностью. Хотя бы, там, пару дней, чтобы они были полностью забиты. Чтобы был стабильный онлайн, потому что сейчас он нестабильный. Как бы, сейчас не все сервера заполнены. Я вот серьезно не понимаю, почему они не хотят тысячу слотов делать. Вот я серьезно этого не понимаю. Потому что, ну, либо у них мод не выдерживает тысячу онлайна, либо они просто не хотят этого делать. Потому что, ну, на Радмире 11 серваков. И на каждом сервере тысяча онлайна. Понимаете? 11 тысяч онлайна каждый день. А на Амазинке максимально онлайн, ну, 3000 был, по-моему. Это было недавно, во время конкурса. И, типа, ну, я реально не вижу смысла открывать пятый сервак. Ну, зачем это делать? Серьезно, я не понимаю. Да, я не спорю. Возможно, они там закажут очень много рекламы. Но, откуда они знают то, что реклама сработает? Вдруг люди посмотрят рекламу, и им просто не понравится. Им не станет это интереса, и они не будут заходить на проект. Понимаете? Все может быть. Это просто уже риск, знаете, идет. Мне кажется, людям, которые играли, допустим, на пятом серваке, будет немножко обидно то, что, как бы, мы играли на пятом серваке три месяца назад, его закрыли, и тут его заново открывают. Мне кажется, это немножко неправильно. Да, я не вправе там кого-то судить, потому что я обычный игрок, я не разработчик, там, и так далее, но я просто решил высказать свое мнение. Сейчас, получается, пол второго дня. Амазинг на втором месте, Радмир на первом месте. Но, смотрите, на третье место. Здесь у нас кто? Родина РП. И Родина РП отстает всего лишь на одного игрока. На Амазинг сейчас онлайн 2303, а на Родине онлайн 2302. Понимаете, к чему я клоню? То, что Родина уже в скором времени по онлайну может спокойно обогнать Амазинг. И это реально факт. Ну, как бы, вы сами это видите. Ну, смотрите на онлайн просто. Ну, они наравне просто сейчас идут, понимаете? Ну, поэтому, блин, я не знаю. Просто на Родине скоро должно выйти глобальное обновление. И там будет новая карта. И я уверен, что там онлайн поднимется. Мне кажется, ну, я бы не открывал на месте Амазинга новый сервак, потому что 4 сервака еще не забиты полностью. Но, в принципе, посмотрим, что будет. 15-го числа. Возможно, даже я зайду на сервак на открытие. Потому что на открытие Амазинга я еще ни разу не был, если честно. Вот, серьезно. И, возможно, я зайду на открытие. Мне просто будет интересно, сколько быстро все скупят. И сколько будет онлайн. И, возможно, по этому поводу я запишу видео. Если вы, конечно, хотите. Все, пацаны, это у меня все. Я просто высказал свое мнение. Вы можете с ним согласиться, можете не согласиться. Это, как бы, ваше право. Ну, а свое мнение можете писать в комментарии. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсе. Всем пока-пока.